На этом видео я хочу перевести еще один вопрос Рава Абрама Тверского. Очень интересный вопрос, который ко многим имеет отношение. Спрашивает так называемый Балтшуба, который, как он говорит, после того, как закончил школу в 16 лет, видимо, он пропустил какие-то классы, то есть, наверное, очень талантливый мальчик, в 16 лет уже закончил школу, он оказался в Эйшатуре и стал Балтшуба. И с тех пор прошло уже 7 лет, то есть, получается, ему 23-24, и он не может найти шедух, как он говорит, ему не предлагают хороший шедух, хотя он очень быстро продвигается в своих знаниях Тора, и он знает больше, чем многие мальчики, которые всю жизнь были религиозные, то, что называется по-английски FFB, from birth, родившиеся в религиозной семье. И он считает, что это все из-за того, что он Балтшуба. Так он очень удивлен, говорит, что разве что в Талмуде не говорится, что как раз там, где Балтшуба находится, не находятся даже полные праведники, что, наоборот, должен быть у него считаться, да, его заслуги должны быть большими, и поэтому, почему ему не предлагают шедухов? В то время как мальчикам, которые не так хорошо знают Тору, как он, но так они родились в религиозной семье, то им эти шедухи предлагают запросто. Чем я хуже, он фактически спрашивает. И Равин отвечает так, я сначала приведу его ответ, потом добавлю кое-что от себя, как обычно. Он говорит, что, во-первых, я хочу тебе привести слова одного человека, я не знаю, откуда он их взял, это он знает, кто человека лично, или тот ему написал, но какого-то человека, который сам родился нерелигиозным и стал потом религиозным, и он говорит, я бы никогда не стал жениться на девушке из семьи FFB, да, которая родилась религиозной, что слишком мы разные, что люди, которые FFB, всегда были религиозными, они никогда нас не поймут как следует, они не понимают, насколько тяжело, как он говорит, проходить мимо Макдональда и не зайти, чтобы съесть там что-то. Кстати, в Израиле Макдональды кошерные вообще-то, ну, не знаю, в Америке тоже, кажется, если уже всех, всех видов яцергара, которые существуют, кажется, покушать Макдональд где-то самое меньшее из них. Там не такая уж вкусная пища, чтобы очень уж хотелось. Но, во всяком случае, идея понятна, что есть некошерные рестораны, которые очень манят и не всегда так быстро можно найти рядом кошерную пищу. Есть другие виды испытаний. И все это для религиозного человека, который родился религиозным, все это для него легко, ему даже в голову не приходит. Опять же, мне не очень понятны слова данного Балдшува. Я вполне с ним согласен, что хорошо жениться на девушке, которая тоже Балдшува, но то, что он говорит, что у него большее испытание, что ему очень хочется попробовать пищу Макдональда снова, а те, кто никогда ее не ели, не хотят. Вполне возможно, как раз обратное, что человек, который никогда не пробовал пищу Макдональда, может быть, очень захочет именно ее попробовать, что вдруг там что-то особо вкусное после рекламы, например. А как раз человек, который пробовал, может сказать, что еще того особенного диета у нас есть достаточно кошерной пищи, ничуть не хуже. Я как раз предполагаю, у меня такое чувство, что еще большее испытание как раз у людей, которые никогда не пробовали некошерной пищи, и им кажется, что они как говорят по-английски missing out, что что-то они упускают в жизни. Но сегодня есть способы делать кошерную пищу по вкусу такой же, как любые виды некошерной пищи. Столько из ресторанов, которые имеют лучшие хашгахи, и при этом они китайские, японские, итальянские, все виды, любой кузин, все существует в кошерном варианте. Может, это письмо было написано давно, когда действительно еще не было так много кошерной пищи разного типа в Америке, я не знаю. Но в высоком случае, мне как раз кажется немножко странным. Но как бы там ни было, он говорит, что этот мальчик, которого цитирует Робот Тверский, говорит, что никогда бы не жнился на девушке, которая родилась религиозной, потому что у нас очень много различий, и, говорит, она, мы даже, говорит, Балыч Шува, они не понимают простых вещей, которые нам неизвестны, что человек, который к этому привык, к религиозной жизни, он все это знает, а Балыч Шува не знает. И пример, который он приводит, тоже, мне кажется, немножко странный пример, хотя с общей идеей, как я сказал, полностью согласен. Но вот конкретный пример, он говорит, что он пришел к своему Рожь-Яшиве, и тот ему предлагает поесть с ним мороженое. А он говорит, я не могу, потому что я недавно ел мясное. Говорит, я Морожь-Яшива ел молочную пищу, и вот когда тот подошел к нему домой, у него как раз десерт. Он говорит, присоединяйся. Он говорит, я не могу, я ел мясное. Он говорит, да и мороженое у меня тоже пар. А он говорит, ну у вас мороженое на тарелке молочной, я не могу. Он говорит, мороженое на молочной тарелке можно есть. Даже после мяса. А он говорит, а я не знал. Вот это его пример, что Балшува не знает простых вещей, к которым привыкли. Любой, кто живет в религиозной семье с детства, привык к таким вещам и знает эти законы. Вот, опять же, на мой взгляд, пример не самый удачный, но понятная идея, опять же, что религиозные евреи, которые здесь религиозные, у них совсем другой взгляд на жизнь, и они очень не похожи, и, с точки зрения менталитета, они неудачно обычно эти браки, не очень подходят. И, говорит, хотя я знаю, это все продолжает этот молодой человек, хотя я знаю, что есть люди, которые Балшува и вышли замуж за религиозных с детства или наоборот, но все равно мне кажется, что в большинстве случаев очень трудно преодолеть все эти различия, поэтому я не вижу никакого смысла искать шидок среди девушек, которые родились религиозными. Потом он обсуждает вопрос родителей, опять же, если родители не религиозные, и сын религиозный, он, допустим, женился на девушке, у которой родители религиозные. Какие будут отношения между, как говорится, parents-in-law, да, между теперь ее и его родителями? Как будет несимметричная ситуация, что они к ее родителям едут, наемтам, например, как принято у молодых семей, а к его родителям они не могут установиться у них наемтов? Я хочу добавить несколько вещей. Во-первых, причина, почему многие FFB, как говорится, не хотят жениться на детях Балайчува, она, собственно говоря, очень четко выражена даже в книгах Аллахи, а именно считается, что в основном Балайчува, они, как говорится, бненида, потому что родители же не соблюдают чистоту семьи, кроме как, если предположить каким-то образом, что женщина могла именно в этот момент оказаться там в море, в океане, и окунуться, и получилось, что она не ненида, так как это все очень маловероятно, и тем более для тех, кто родился в такой сезон, что 9 месяцев назад женщины вряд ли где-то плавали, то получается вот эта проблема. И так как дети бненида, они барухашем не запрещены, мы не считаемся мамзерами, на радость для нас, иначе вообще Балайчува не могли бы по букве закона жениться на обычных женщинах и наоборот. Но, по крайней мере, дети ниды считаются, что это определенный пагам. Конечно, многие постки пытались найти какие-то исключения из этого правила, говоря, например, что раз данный конкретный ребенок ниды стал религиозным, то значит он исключение, и наоборот, он таким образом исправляет свой духовный корень, так сказать, Шавет Олевин, например, приводит от имени Аризаля, что именно вот, знаете, исправить обычно можно только находясь близко, да, как бы подобное подобным. Поэтому человек, который очень далек от плохого, ему труднее исправить что-то плохое. А вот именно человек, который родился через некошерную связь, так сказать, ребенок ниды, он таки может исправить и себя, и целый кластер душ, связанных с его корнем души, предки его и так далее. Поэтому вот Аризаль описывает, что так произошло с Иовом, по мнению Аризаля. В всяком случае, на это есть стих «Миятентагорми таме» – «Кто даст, чтобы вышло чистое из нечистого?» Поэтому идея, что Балтшува, если он превзошел, так сказать, свою склонность натуральную к греху, то наоборот, он еще и выше, да, и поэтому Бернида в том числе может стать даже выше обычного человека. Поэтому Шавет Олеви во всяком случае приводит это как что-то, что следует знать. Но и он, я не думаю, что очень поторопится отдать свою дочку замуж за Балтшуву. Это лишь еще один способ, как наши раввины, которые в основном были добрыми и пытались, насколько возможно, не отодвигать людей. Поэтому если такая ситуация происходит, что нас сейчас много, сейчас во многих местах Балтшува больше, чем «фрум-фрум-бердь». Это, во всяком случае, сравнимое количество. Поэтому у нас достаточно шедухов можно сделать между собой тоже, но если хотят войти в общину тех, кто родился в религиозных семьях, то, в принципе, есть в этом даже не только минусы, но и плюсы определенные. Но это для тех, кто готов. Вообще большинство, конечно, тех, кто родились в религиозных семьях, ищут среди своих шедухи. И, как правильно подчеркнула Ветверский, те, кто, наоборот, Балтшува, должны искать среди своих. Вообще выражение Балтшува, это тоже нужно подчеркнуть здесь. Оно не совсем здесь относится. То, что Хазай называли Балтшува, это человек, который стал когда-то грешить, пошел на путь греха, а потом раскаялся и больше не грешит. А мы сегодня называемся Балтшува не совсем правильно, потому что мы родились нерелигиозными, мы, собственно говоря, не то, что грешили, мы не знали вообще ничего про Тору, а потом стали религиозными. И нас тоже называют Балтшувой. Но это не та же самая категория, и это может быть в худшую сторону и в лучшую. С одной стороны, мы как бы не особенно виноваты, когда мы ничего не знали. С другой стороны, у нас и ситуация именно вот такой сложной для человека, который когда-то пошел на путь греха, а потом раскаялся, у нас все-таки не было так же сложно. Мы просто не привыкли соблюдать заповеди, а потом стали религиозными и привыкли. Но это не так же сложно, как человеку, который именно уже встал на путь греха, а потом раскаялся. И вообще насчет того, кто стоит выше, Балтшува или полный цадик, есть тоже в Томуде разные мнения, и есть также разные объяснения, что значит, что там, где стоят Балтшува, не могут стоять настоящие цадики. Неужели тогда цадик на этом теряет, что ли? Того, что цадик не грешил, так он за это, что ли, должен быть не на таком же высоком уровне, как тот, кто грешил? Одно из объяснений вот какое я читал, что человек, который в постоянной тшуве, то есть он называется Балтшува, не имеется в виду человека, который грешил мамашу, а человек, который все время пытается себя улучшить, он стоит на месте выше, чем обычный цадик Гамур, который считает, что он уже полностью праведный, и ему не над чем работать. То есть человек, который постоянно проверяет себя, постоянно пытается улучшиться, и постоянно Балтшува, да Балтшува – это обычно хозяин чего-то, хозяин шувы, то есть он мамаш в постоянном процессе шувы. Он выше даже того человека, который праведник, потому что тот праведник, он на самом деле остановился в каком-то смысле в своем развитии, он все делает правильно, и ему не нужно не делать ни за что тшуву. А вот тот, кто Балтшува, он все время, даже несмотря на свои достижения, все время пытается стать еще лучше, он постоянно в процессе тшувы, и раскаивается за те мелочи, которые он может быть сделан не так, как говорят, например, Веринский Гаон, подсчитывал каждую минуту потраченную зря, и за это делает тшуву. Ну, например. В всяком случае, такой подход, хотя это не пшат Талмуда насчет грешников и Балтшува, но, может быть, и это объяснение как подсказку можно принять. Поэтому я бы не очень делал особый упор насчет того, кто действительно там выше, и, без сомнения, это будет нечестно и несправедливо по отношению к людям, разделившимся в религиозных семьях, что они действительно виноваты в этом, чтобы сказать, что теперь Балтшува лучше их. Да, вопрос же не кто лучше, мы не соревнуемся ни с кем. Когда человек умирает, его не спрашивают, почему ты не был как такой-то, или как кто-то еще, спрашивают, почему ты не добился своих собственных, не достиг своих собственных достижений, которые ты мог достичь. Каждый человек, он уникален, это целый мир. Я, например, слышал такое объяснение, дают вроде бы хаббатники, что, ну, понятно, что хаббат, как и большинство людей сегодня, евреев, я имею в виду, и в частности среди хасидов, наверное, все в это верят, верят в Гилгуль, верят, что у человека душа возвращается в этот мир по многу раз. Так вот, они говорят, что некоторые праведники очень хотели испытать именно сделать шуву, что они во всех своих гилгулах в основном жили праведной жизнью. Казалось бы, если так, почему же они вообще шли в гилгулы? Разве гилгулы-то не наказание за какие-то грехи? Ответов может быть много. Во-первых, есть люди, которые возвращаются в этот мир не потому, что они грешны были в предыдущих жизнях и должны что-то исправить, а потому что нужно это для поколений или еще каким-то причинам. Например, говорят, что в каждом поколении есть как бы искорки, не цуцот, а тмоши рабейну. Потом можно еще объяснить, что не имеется в виду праведники, которые грешили в чем-то и поэтому вернулись в этот мир, а просто возвращаются они в этот мир, чтобы снова и снова еще добиться каких-то больших высот, которые они не добились в предыдущем гилге. Вообще, это, возможно, как раз диспут Бет-Шамай и Бет-Хилл, согласно Венинскому Гаону, когда говорится, лучше ли рождаться или не рождаться. Есть такое в Талмуде, что они спорили, лучше ли рождаться. Так Венинский Гаон спрашивает, как может быть лучше не рождаться? Зачем тогда рождается человек? Так разве это возможно? И поэтому говорит Венинский Гаон, что их диспут снова был в том, лучше ли по многу раз сюда рождаться, то есть в этом мире, приходить снова и снова в этот мир. Вопрос был про вторую жизнь. Первую жизнь, понятно, что лучше рождаться, иначе бы все еще нас не создавал в этом мире. Просто были бы души наверху, и все. Одно испытание должно быть. Но вот вопрос, лучше ли по многу раз здесь побывать, чтобы много иметь возможностей еще и еще становиться лучше, или достаточно одного раза. И в этом был диспут Бет-Шамай и Бет-Хилл, по мнению Венинского Гаона. Всяком случае, хабадники объясняют, насколько я слышал так, что были праведники, которые каждый раз в своей истории своих геугулов рождались и жили в основном полноценной жизнью, праведной жизнью. Но им очень хотелось испытать настоящую тшуву. Но чтобы сделать тшуву, нужно сначала согрешить. А, конечно, никто не скажет, греши сначала, чтобы потом сделать тшуву. Такое невозможно. Так они попросили специально родиться в нерелигиозных семьях. Что в конце поколений появилось много еврейских нерелигиозных семей, к сожалению. Но многие праники хотели именно в таких семьях родиться, и испытать на себе вот ситуацию, когда ты родился нерелигиозным, ничего не знал про иудаизм, и потом стал это искать и пришел к этому. И это то, что невозможно было бы в нормальных ситуациях для FFB. И поэтому, получается, хабадники действительно... Такое объяснение очень подходит для них. Они же всеми кировом занимаются. Что получается, что тогда многие с Балычула можем предполагать, что, может, мы как раз на самом деле в предыдущих гигулах были большими праведниками. И мы сами выбрали даже родиться в нерелигиозной семье, чтобы попробовать стать религиозными сами. Это, конечно, очень доброе объяснение, которое очень приятно слышать, если действительно это так. Вполне возможно, как раз обратное, что Всевышний посылает человека нерелигиозным в этот мир, с детства, как раз наоборот, то, что он в предыдущих гигулах грешил, и теперь ему труднее будет быть религиозным, он рождается теперь нерелигиозным. Но если он исправится и решит все-таки стать соблюдающим, то получается, что он исправил то, что, может быть, в предыдущем гигуле он сделал как раз наоборот. Вот сколько людей ушло от Торы в Германии, в Италии, в Польше даже тоже перед войной. Так вот теперь, может быть, эти самые люди в другом гигуле уже возвращаются, это их исправление. Кто знает. Например, Хофицхайм считал, что во время кантонистов, когда еврейских детей забирали насильно и в русскую армию царь забирал, и там, кажется, крестили, тоже очень ужасные вещи происходили. И он говорил, что это, может быть, гигуле тех людей, которые когда-то добровольно поклонялись Баалю во время периода первого храма и до него, во время Шофтим. В общем, мы не знаем, если верить в гигул, то это, как считает Рамбан, многие объясняют подобного плана. Вопросы, почему иногда человек праведный, а мучается, как и Иов. Но гигул, как считает Рамбан, это на самом деле в целом Иове, согласно каббалистам, ответил один из друзей Иова, Илиху Бенбаркель Абузи, ему ответил на его все вопросы, почему он так мучается ни за что. Так он ему фактически подсказал гигул. Если вам понравилось, жмите лайк.